всем привет мои хорошие я во многих видео проталкивают тему что надо правильно поливать надо хорошо поливать нужна хорошая вентиляция воздуха и я часто об этом рассказываю говорю как я поливаю но никогда не показывала и вот у людей накопились вопросы у меня скажем так вариант полива по головам я поливаю из распрыскивателя электрического у меня есть еще маленький помпа вы сейчас покажу вот такой у меня маленький помпа вы ним я в основном как знаете взбрызнуть сверху чтобы например мы их орхидеи дожили денек-два до основного полива до чтобы всех полить одновременно обычно два дня это я утрирую один денек вот когда я вижу что полить надо сегодня но сегодня я не могу я вот этим вот чудом до быстренько прошлась и все как бы и они дождутся завтра без проблем второе мое чудо вот такой агрегат они бывают самые разнообразные у меня 5 литровый кому нужно точно такой же как у меня вот он gloria мне понравилось качество они есть ручные но ребятки честно ручные руками накачать я пробовала это зло и она поначалу вроде бы ничего но честно лучше потратиться больше и купить электрический но опять таки тут вам решать у электрического длинный шланг и на конце вот такой вот носик тоже длинный вот такая рукоятка сразу извините что я не снимаю это издалека потому что вам было бы не видно нормально да и площади моего балкона не позволяют особо такое сделать поэтому так и вам частично показала я думаю вы поняли как выглядит мой агрегат как это бывает дальше о поливе я возможно чуть пошумлю чтобы до качать давление чтобы водичка хорошо поступало но может быть и нет я себе так позволяю поливать потому что у меня во первых поддерживается определенная температура во вторых у меня здесь работает вентилятор сейчас начнет шуметь так в-третьих я даю всякие поддерживающие препараты для своих растений тот же кальций магний который помогает противостоять гнилям я уверена в том что у меня нигде не мог никого застоя никто не загниет и хороший свет даст возможность это все победить и конечно же самое главное это классная вентиляция воздуха так заработал мой вентилятор не знаю улавливает его шум микрофон узнает а при монтаже и покажу и так поливая по-разному у меня есть такой скажу экспресс полив когда полить надо но это например холодное время года растения просыхают достаточно медленно я могу поливать пореже и поливая я их не сильно обильно я беру штучку просто делаю например вот так все я полила так если это очень жарко лето я поливаю более обильно я кстати смогла подстроиться более-менее под такой график когда у меня зимой прямо не нет такого огромного разрыва знаете как вот например зимой раз в две недели ты поливаешь а летом раз в три дня нет у меня немного реже становится полив зимой но он просто меняет свою обильность я поливаю не так обильно более скудно когда это жарко или когда это вот тот момент когда надо хорошо промочить субстрат и долго поливать я стою и долго поливаю так напор маленький подкачаем вот такой шумный зверь но он создает хорошее давление и вы кстати можете регулировать это давление носик кстати тоже регулируется тот же самый поток который он выдает количество воды что это все регулируется и вот я вижу что я очень хорошо промочила и вот видите даже много воды натекло если это вот как сейчас хоть и весна еще не лето но уже очень жарко честно говоря то вот этой водички не будет уже через час она втянется и назад горшочек и испариться кроме того я еще всегда делаю вот так то есть обязательно все так вот хорошенько по листьям всех и молодых молодых особенно тех у кого вообще мало корней тем вы знаете вот так вот шик шик в горшок чисто вот чтобы смочить верхний слой субстрата а дальше вот так по листам по верху все хорошенько единственное с кем я обычно очень осторожничаю в плане вот такого вот наглого полива по головам это сейчас покажу пока покажу пока дотянусь это когда вот такие ребята видите молодой рост и когда у него вот этот вот листик уже раскроется и он получится раскрытый но в него могут затекать может затекать вода могут затекать капли но он прикрыт вот этой чешуйкой и вот там вот получается может застояться влага я вот один рост кстати я так вот угробила но я зато теперь знаю что они такое не очень любят так вот я в такие моменты осторожно и в такие росты я стараюсь не заливать хотя вот такие вот маленькие молоденькие которые спокойно переносят то что я их так по словам многих по-варварски поливаю да и по сути полив всего балкона занимает всего ничего то есть если это недолгие заливашки в каждый горшочек чтобы хорошо его смотить то все смочить все проходит очень быстро удобрение по корням я вношу так же так вот в горшочек это в основном будет НПК стандартные и да и в принципе все то есть ну есть удобрение у меня которые можно носить и по корням и по листу повторяюсь в основном НПК я так вношу есть еще пару удобрений я обычно сверяюсь всегда с этикеткой так вот на вскидку стараюсь не запоминать такие вещи которые можно быстро посмотреть которые даются только по корням большую часть остальных своих удобрений кальций магний витамины root фьюз да которые для корневой силикон я даю по листу точно так же различные виталайзеры или стимуляторы там hb101 формулекс мегатриф по моему называется их я уже даю по листу тоже вот так вот или вот таким вот манером или я вам честно скажу когда я даю просто по листу это у меня просто подкормка я беру опять-таки вот этого друга и мне на все мои орхидеи то есть это две теплички орхидариум и весь балкон хватает обычно двух литров это так вот хорошо всем дать не пожалеть и в эти два литра входит также я даю своим декоративно-лиственным которые здесь растут вот на это у меня уходит два литра поэтому в принципе расход удобрений у меня не сильно большой что кстати и позволяет мне покупать более дорогие потому что в итоге на выходе я трачу в принципе те же самые деньги как если бы я раньше покупала средней ценовой категории удобрения и кстати как бы смешно это не звучало но тот же доктор фоли который мне раньше очень нравился в итоге выходит мне дороже чем мои дорогие как все их называют у тебя дорогие дорогие удобрения но на деле действительно тот же HB101 который казалось бы стоит в районе 80 гривен за малюсенький флакончик мне его хватает на сказочный промежуток времени у меня флакончик открыт больше года назад и все еще в нем есть скажем так и видите он мне вышел гораздо дешевле чем например уже разведенные готовые спреи удобрения хотя которые более дешевле но в итоге в конце они выходят более дороже ну что ж на этом все я думаю вы поняли как я поливаю а нет не все фаленопсисы пойдемте я вам покажу как я поливаю фаленопсисы в орхидариуме итак с фаленопсисами в орхидарии в тепличках принцип такой же как и с котлеями если мне надо переждать чтобы потом полить всех одновременно маленький пульверизатор быстренько прошла и спали с тем если у меня прям полив-полив с поливом корней промачиванием коры то это вот этот большой мой агрегат здесь все вообще гораздо легче потому что на балконе я еще как-то стараюсь туда не попасть на пол не налить на лампы какие-то не налить хотя у меня все лампы рассчитаны на то что на них попадает вода и они это спокойно переживают но я все равно стараюсь быть аккуратнее так тут все происходит просто если мы говорим про быстрое опрыскивание чтобы они продержались при низкой влажности это вообще происходит вот так хорошенько побрызгала по верхам все всех включила вентилятор закрыла двери и пошла если мне надо промочить то вот так вот каждый горшочек я остановлюсь поначалу я доставала смотрела горшочки как там что дела сейчас я уже привыкла и знаю сколько надо полить и если вдруг я где-то не доливаю то я это хорошо вижу по листьям я вижу что они начинают становиться немножко мягче чуть-чуть грустнеют поливаю чуть больше и все восстанавливается и вот так вот прохожусь по каждому горшочку внизу у меня горшочки стоят тоже всем попадает и вот так согласитесь гораздо легче чем доставать каждый окунать заливать потом сливать расставлять их на место носить в душ поливать из душа в принципе вот такой полив из душа вот и все воду я использую комнатной температуры то есть вода комнатной температуры это вода которая считается приемлемой для растения вернее приемлемой для растения считается вода той температуры которой окружающая среда вокруг растения То есть, если у вас на балконе плюс 22, то вы, в принципе, поливаете свои орхидеи водой температурой плюс 22, плюс 20, плюс 24 максимум. Им прям горячая вода не нужна, хотя вам она может нравиться, но и не надо. Это неприродно, что ли. Точно так же, когда у меня здесь температура 24, вот сейчас показывает термометр, то, соответственно, вода тоже такой температуры. Так как у меня сейчас и на балконе, и в тепличках примерно одинаковая температура, то, в общем-то, я никак не заморачиваюсь насчет температуры воды, я наливаю общую для всех. Зимой бывает немножко сложнее, потому что в тепличках и орхидеи у меня немножко теплее, чем на балконе. Вот, но тут тогда я поливаю просто, отдельно набираю баллон для балкона, и потом отдельно набираю баллон уже для тех, кто в комнате. Вот и все. Все очень просто, очень быстро. Я думаю, вам понятно, как это все происходит. Большое спасибо за вопрос и за тему для видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, там много интересного. И всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok